В левом углу Владимир Золков. Вы могли бы держать руки на столе, потому что, да, есть такие предрассудки у некоторых, что они у вас связаны. Связаны. Я понял. Руки у вас не связаны. Я гражданский журналист, меня зовут Владимир. Разговор у нас, беседа, абсолютно добровольный, да, то есть даже не столько интервью, сколько вот мы беседуем. Я понял. Да. Вы понимаете, что это под запись происходит? Вы не против? Вы готовы поговорить? Да, готов. Ну, если вы готовы поговорить, то тогда назовитесь, как вас зовут полностью. Я Жаров Дмитрий Александрович. Дата рождения. 1.01.2002 год. Откуда вы? Я из города Рязани. Из города Рязани. Расскажите вашу историю, как я предварительно понял, вы в Украину попали дважды. Да, правильно. Первый раз я служил на контракте в ВДВ. Так. Вот. И нам сказали, что мы едем на учения в Беларусь. Мы приехали в Беларусь, мы находились примерно 2-3 недели. И оттуда ночью в 3-4 утра подняли тревогу, сели по БМД, бронемашины, десанта и заехали на территорию Украины со стороны Чернобыля. Забыл спросить. Звание? Должность? Рядовое, должность пулеметчик. На тот момент, когда служил на контракте, 137-й полк был. А в данный момент нахожусь как мобилизованный. Понял, понял. Давайте интересно. Ну-ну. С того же момента. Поехали. Вот. Мы, получается, заехали через Чернобыль в Украину. Угу. Вот. Приехали. Был я, значит, с 24 февраля по 2 августа. В каких именно поселках находились, не знаю. Я знаю, что мы первый раз попали в Кольцо. Угу. Вот. На четвертый день у нас погорела практически вся техника, которая была. Ну, вот эти БМД. Как это погорело? С артиллерией взорвали нам. Угу. Пожалуй, это было много. Вот. Были много. И что происходило с этими 200-ми, 300-ми? Я не могу знать. Не видели, собственно. Я не видел, собственно, не видел. Вот. Потом мы как-то вышли с этого кольца. Ну, то есть, двигаться начали дальше куда-то вперед. Угу. И снова вошли опять в Кольцо. Через 4 дня примерно. В этом Кольце мы тоже были примерно 4-6 дней. потом снова вышли все двигались вот по прямой по прямой и в один момент получается вот ближе туда уже к апрелю сказали разворачиваемся выезжаем выехали опять беларусь сказали будем заходить с какого-то западного направления мы поехали то есть опять эшелон приехал загрузилась оставшаяся техника сломанное не сломанное вот поехали на западное направление встали в какой-то лес в беларуси что было в беларусь приехали беларусь да вот мы выехали обратно беларусь и получается начали оттаскивать технику и сами выходите туда ближе к станции к эшелону я пока вы не ушли далеко хотел вы можете в количестве по называть техники сколько в колонах было и сколько было 200 у вас людей зашло и сколько тех с нашего направления людей зашло 2 бтгр а сейчас скажу рота 70 человек 210 200 400 400 420 человек плюс-минус это в общей сложности зашли вы со стороны чернобыля да это два бтгр а выходила выходила мы выходили как-то по раздельности мы свои своим батальоном выходили за тот батальон не знаю он вышел раньше сколько потерь в таком случае было может быть в процентах можно потерь 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 в принципе вообще изначально много было я даже не знаю это 10 процентов личного состава 20 больше процент процентов 20 наверное было и получается вот когда мы вышли беларусь все загрузились на эшелоны менять направление а у вас были с вами рсз его на нет не видел а что было какая техника бмд бронемашины десанта а нона одна была наземное орудие новейшей артиллерии ну это вдв такая штука и куда-то стреляли вы из этой ноны а я не знаю мы не стороны были мы не рядом с ней были мы отдельно двигались вот и получается бмд были вышли мы значит беларусь все менять направление загрузились уехали не знаю куда именно мы приехали сказали на западное направление и вы когда вы грузились получается спасибо спасибо вот когда вы грузились получается нам надо было две недели до захода было западного направления мы где-то там недалеко от границы стояли и получается у нас командир рота адекватный был к нему подошли ну кто не хотел ехать дальше да уже когда вот на территории россии были мы собрались народом но белару из беларуси мы переехали нам сказали мы на территории россии находимся пока что вот и то есть подошли к нему и так-то так-то мол мы не хотим заезжать то есть мы первый раз не знали же что мы заедем и командир роты но адекватный у нас был отдал документы сказал ну я не знаю что там с вами дальше будет вы можете ехать то бишь мы своим ходом уехали обратно в часть отметились вы отказались отказались у меня печать военном билете стоит склонен к предательству лжи обману отказался от участия в специальной военной операции в лнр днр и территории украины то есть это в апреле это мне поставили вот как увольнять меня начали за это сейчас расскажу вот мы получается уехали приехали в часть отметились нам сказали пока что вы сюда ходите как контрактники мы ходили и приехал мы относимся к тульской дивизии в туле дивизия в него есть приехал замполит тульской дивизии быков полковник вот он приехал говорил что у нас посадит всех на 12 лет за то что мы второй раз отказываемся ехать вот говорил вот про это две недели он ходил за это говорил и потом как оказалось что его посадили он оказывается гуманитарку воровал который нам отсылалась оказывается нам отсылали гуманитарку мы проект просто не знали вот а вас там как кормили нас там как кормили изначально по сухпаям дали и потом просто сказали ну ребят не можем завести вам еду а что вы ели подвалы не подвалы там если там получится какой-нибудь компот не компот подвалы не подвалы компот не компот это подвалы были мирных жителей из Украины да там то есть если вот было где а так вообще вот еще из леса там ездили там до церкви воду набирать да то в общем что в полвалах находили то и едем да потому что компотом сильно но не наешься я так думаю там и какая-то картошка была и какие-то закрутки и какой-то да 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 закрутки картошка именно а живность куры свиньи нет я вообще не видел не был освободили вы вы уже в первые месяцы освободили украинцев от от еды вы знаете да что там у вас рассказывают что вы освободители не знаю насчет этого как рассказывают телевизор смотрели в россии и особо в телевизоре нет я просто знаю что как то что то есть конфликт идет какой то и все как то что то здесь конфликт ну что вот воюют конфликт у них ладно не будем об этом или позже поговорим вообще не будем не углубляю вот ну по итогу вот его как посадили получается но это потом уже как выяснилось мы дальше ходили и получается за субботу воскресенье за выходные на нас сделали рапорта сделали строгий выговор нам всем пробили и как бы ну все уволили дали обходной лист проходить собирать росписи сдавать вещи и на увольнение и вот в конце после обходного листа когда все прошли военники получили а там уже вот стояли как раз печати вот эти то есть у меня еще потом суды были насчет этих печатей а как должность была вот этого человека который вам гуманитарку он заместить заместить по политической работе тульской дивизии выдавая заместитель по политической работе полковник на полковник крадет гуманитарку солдат и кричит им одновременно что поедьте и сдохните а теперь вспомните если вы смотрите на телевизор не смотрите вот этих всех ваших пропагандистов соловьев симоньян скобеева у всех дачи в европе у всех машины американские японские но никак не российские у всех дети учатся на загнивающем этом западе да и все вам кричат с телевизора что вы обязаны поехать и сдохнуть вот оно как знаете происходит ну ну поставили вам эту печать вот а суды что куда вы поделились суды я подавал но в свой район и по области по своей а это вы подавались в военный суд по незаконности этой печати и в общем у меня суд его перенесли на москву а дальше меня мобилизировали то есть у меня сейчас уже мать судами занимается мама у меня уже мама там по судам ходит вы в общем с какого по какой месяц находились в россии в россии со 2 апреля как я вышел первый раз и провел я там три месяца примерно два месяца отпуска и месяц вот так уже искал работу устраивался или мобилизацию и получается чтобы не быть мобилизированным хотел пойти и отучиться в железнодорожной на меня бронь стояла собрал все документы все собрал и вот четыре дня я не дотянул 11 числа должна была быть бронь 11 числа это чего это сентября нет 22 октября 11 октября 11 октября вас до мобилизовали нет мобилизовали меня 4 была повестка у меня на 4 число выписано а забрали меня 6 7 в этих числах 11 я должен был уже с брони уехать в москву учиться хорошо а вот за этот период до апреля вы все рассказали там ничего больше интересного точно не было до апреля когда мы первый раз зашли были стрелковые бои были стрелковых не было артиллерия нас в основном дроны гоняли нас и вот приходит момент когда вас мобилизуют вы все знаете наперед вы знаете как здесь что здесь происходит вам уже не расскажешь что это учение вам уже не расскажешь о том что рассказывают абсолютно всем с кем я здесь общаюсь бомжи какие-то зэки ну вы я думаю вы уже раззнакомились дали так пример уже грибут просто всех подряд им всем рассказывающим в основном всем ну кроме зэков пожалуй хотя языком тоже пытаются это рассказываешь воевать вы не будете будете стоять где-то там на блокпостах именно так оно и было но вам-то наверное уже такое вообще не получалось наверх ну когда понимали что происходит нет я понимал что тут происходит но я не знал как у мобилизированных это происходит то есть как про мобилизированных то я знал что они как бы заходят и по идее у них по закону должно быть там то ли 30 или 80 километров от боевых действий то есть они в тылу вообще находятся то есть мобилизированные они вообще по закону должны находиться в тыловой области по какому такому закону в россии по моему закон есть что они в тыловой области должны мобилизированные находиться что их нельзя отправлять никуда ну это так рассказывают все так не получилось всем вам и вы тоже по ходу дела в это поверите вышло все по-другому когда там начнет серое вещество у россиянку это двинется без понятия ну вы понимаете что я сейчас то есть не оскорбляю никому я понимаю то есть это я констатирую факт я понимаю вот вот оно не работало это понятно как холодец вы знали что происходит все равно вы поверили что вы будете где-то там стоять не будете воевать закон же еще вот увидели есть что сажают теперь а посадили кого-то не знаю опять видите вы наполовину знаете только закон есть а сажать не сажают без понятия вот насчет этого я не могу ничего как думаете почему не сажают но если поверить и если почему не сажают всех не посадишь вот понимаете же но потому что если там в россии начнут сажать всех отказавшихся не хватит камер может быть камер то и хватит потому что страна тюрьма по сути да то есть там наверное хватит камер но просто возникнет такое количество уголовных дел и это настолько будет сложно утаить от общественности когда тоже об этом разговаривать что окажется что не так уж сильно вы рветесь по призыву вот этих самых пропагандистов куда-то ехать воевать то есть на самом деле вы все понимаете и что вам это не нужно что война это вообще-то в принципе как бы никому не нужно кроме там некоторые прошлый спикер или позапрошлый сказал что это путина заставляют какие-то магнаты нам обычным людям ни война не территория нам ничего этого не надо не надо потому что у вас есть свои проблемы и своей территории у вас вот так вот за глаза свои проблемы семья наименее густо заселенная территория именно в россии то есть территории чего-чего у вас территории у нас много да более чем достаточно идти гибнуть за какую-то другую территорию ну это как бы не слишком оправданно согласен но тем не менее вас призвали по второму кругу мобилизовали поехали что дальше мы приехали получается мы нас привезли как на эшелоне тоже с мулина я попал в мулина после военкомата вот и с мулина получается нас привезли на эшелоне между старым и новым осколом кстати извините а вот не смутило при мобилизации никого не смутило что у вас печать а вот по этому поводу я тоже обращался я говорю а как вы меня мобилизовывать если у меня первые прям срочки идут что я склонен к предательству уже обману и они говорят ой да ничего страшного я говорю как ничего страшного убрали бы хотя бы они она потом аннулируется ну это понятно что мне уже лапши навешали я сам это уже понимаю что но ничего не аннулируется ну просто взяли и отправили и никого печать это не смущало понятно среди бомжей и зайков вы еще и неплохой вариант можно сказать ну склонен да и склонен какая разница не склонен просто так поставили понятно и вот после мулина получается в мулин как мы сгруппировались вот этот полк весь сгруппировали и отправили получается на эшелоне мы приехали вышли мы по утру между старым и новым осколом я не знаю что там за поселение вот оттуда на камазах на уралах с личными вещами мы ехали и в ночь выгружались в десяти километрах от поселка свистуновка по моему называется вот там мы получается выгрузились в посадке даже не лесополоса просто посадка выгрузились и сидели там сказали фронт поле просто сидите там сколько мы там недели недели две наверно просидели потом у нас командира роты сказал я людей никуда не поведу ну не дай бог погибнут не погибнут я говорит никуда не поведу там приказ пришел куда-то ехать и его забрали забрала фсб кому выше начальству я лично сам не знаю больше начальства тоже там находили приезжали иногда приезжал генерал-майор какой-то да он сказал я людей никуда не поведу и получается его забрали в ночь фсб забрал куда вы знаете что там кто-то видел рассказали что вроде как фсб забрали его забрали и на следующий день нас всех построили приехал генерал-майор командир их корпуса вот этого гусевского я без понятия там не служу вот приехал генерал-майор начал там речи говорить вот вы на территориях тут ничего не случится все нормально куда почему вы так бунтуете мол ну ему говорят вот вам вот это вот вещи вам выдали мы говорим у нас нету то есть ничего не ночников не тепловизоров не личных аптечек ничего нет он ой вам все выдадут то есть все подвезут и командира роты в этот день вернули и на следующий день нас отправили поселок новоселки по моему если мне не изменяет память вот то ли новоселова то ли новоселки отправили туда сказали вот занимайте вот эти позиции позиции то есть мы в доме сидели вот сказали занимайте пожилом даже жилой дом там никого не да вот все сидите тут освободили снова наблюдайте вот он фронт поле в окно видно вот мы там сидели получается работала артиллерия я не знаю чья наша не наша но это рядом с нами работал по нам то есть прилетали прилетала рядом как с пищей было с пищей в этом доме не по второму разу вот вы заехали вы где-то там говорите стояли первый раз ой второй раз когда мы уже вот сейчас как мобилизованы заехали далее сначала в первый день по сухпайку на человека во второй день сухпайок на трех человек потом в третий день у нас вообще получилось так что сухпайок на отделение на семерых а дальше уже там что-то начали как-то горячую пищу возить но увозили то есть вода с капустой и либо там макароны ты видели такие банки и там плавает одна капустина такая да и написано на банке своих не бросали нет там как щи да там большой такой тэван вот привозили и вот один половник в этот в котелок на человека паломник я не знаю грамм стол может это почти вода вода просто капусты вода со вкусом просто таким нет там рядом я так понимаю не было местных жителей и закруток и подвалов или были не было и вот сидите вы в этом доме вот сидим мы в этом доме работает артиллерия то есть ну по нам там рядом прилетает слышно и прям когда сильно начинается мы уходим в подвал вот так было вплоть до третьего дня на третий день прилетела прям под окнами дома все началось сыпаться мы отделением нас два отделения получается было в этом доме вот мы ушли в подвал сидели в подвале и но слышали прямо как все взрывается и услышали потом голос нам крикнул выходить из подвала оружие складывайте вот ну мы сложили оружие в подвале ну а куда деваться все уже вот выходим смотрим там то есть подразделение у украинских солдат вот подразделение называлась кракен вот все нас взяли всех посчитали отправили к себе туда где они базируются не знаю ну глаза завязали понятное дело вот отвезли туда мы просидели там двое суток оттуда нас перевезли в какое-то другое место мы долго ехали тоже ничего не видел там уже тоже как как комнатка такая была до нас ваше приключение в плену мало интересует по большому счету вообще тогда хотите что-то рассказать нет тогда путь это все я просто вот уже дошел до этого и в плену вас кормят да лучше чем на фронте лучше лучше чем на фронте лучше все ничего нет пока что не приносили а так кормят да там и плов и гречка и плов и гречка нищие нищие так вот про ваши меня до нас интересует история которая была до до вашего попадания в плену единственное что корня так что издеваются нет нет ничего не отрезали кормят есть кровать и есть где спать понял по поводу вашего пребывания на фронте так сказать в составе российской армии вы такого мнения были российской армии вот так это все должно происходить в случае военной так не должно происходить должно должно быть обеспечение вещевое также как и по идее по вещам и по оружию по всему и должны точно доводиться задачи что как надо делать а вот мобилизуют у вас сейчас бомжей всяких зеков из тюрем забирают мобилизуют вот насчет тюрем я не знаю тюрьмы наверное тут с вами находится вы еще видно просто я их наверное забирают в какую частную военную компанию я думаю частная военная компания другой вопрос у вас есть закон про частные военные компании я не знаю у вас его нет у вас есть закон по наемничество о том что оно запрещено а это фактически есть наемничество про это я не беспонятно ладно не знаете особо ничего об этом не расскажете но мы поговорили о том что плохо все с обеспечением всем таким прочим а теперь вот моральная сторона а нужно ли это вообще все если нужно то зачем в принципе нужно кому нужно ли это война это война никому не нужно я думаю что ни одной стране не 2 но это уже значит выше кто-то там что-то решает зеленский решил что российские войска либо в россии решили либо в украине я без понятия и война я думаю нет потому что как бы вы на своей земле тут в украине и вы ее защищаете это то же самое что напали бы на россию я бы бросил работу взял автомат и пошел бы защищать свою страну и был бы прав честно не знаю для чего это началось мобилизированным это точно не надо да я думаю контрактникам это тоже не надо у всех семьи у всех дети своя жизнь были ли среди вас в первый или во второй раз те такие вот солдаты которые или там офицеры которые рвали воевать в первый раз был один один да это на сколько человек на всю рот на 70 он был он был единственный именно рвался он погиб но тут как бы его учить я думаю во многом была решена но мне больше интересно а почему почему рвался без понятия почему рвался но у него не было ни семьи ни жены ни родителей то есть он один как бы был я не знаю почему рвался а как вы поняли что он рвался но он сам это говорил он говорит я хочу я не хочу отсюда уезжать то есть все хотели домой уехать скорее и надеялись что это все закончится то есть там ждали какие-то переговоры то есть у нас же новостей не было как бы по слухам там раз-раз вроде что-то должно там намечаться по переговорам а он он говорил нет зачем уезжать я хочу здесь остаться еще еще и в какой момент он погиб я вышел и через наверное две-три недели как я уже был в россии он погиб это мне вот ребята уже сказали и потом уже в паблике опубликовали его фотографии что он погиб а я так понял те которые не вышли попали уже под зачистку когда наши не знаю может быть я без понятия как а там у них уже было или может быть он просто упал где-то шею себе сломал такое тоже возможно это уже не узнаем все ясно целыми в общем звонить будем да попробуем я пробую все это время вот так как перед нами она есть но она нигде не получила сообщения не отвечает в интернет я вижу что для работы метро наколаевич наш пытается дозвониться и не очень получать на работе скорее всего не отвечает на работе значит она работает до 11 по моему утра и там когда как получится до часу до трех ночи рельеф-центр конст товар колдовщик там телефоны сдаются просто я не знал вдруг они сдают у них компания как московская там их строго все они сдают телефоны то есть кладут их в шкафчики и потом поскольку часовой пояс по сути тот же она уже сейчас должна быть на работе во время да конечно работает теперь обед будет часов 6 7 и отправляйте голосовое говорите все что вы хотите сказать привет мам нас взяли в плен получается вот но с нами ничего не случилось мы здесь находимся вот попробую как-нибудь связаться там с военкоматом или еще как-нибудь чтобы по поводу обмена что-то решали вот так все нормально сейчас приехали вот сидим общаемся с блогерами все хорошо кормят не бьют все нормально самое главное чтобы она взяла еще одно видео скажите чтобы она взяла вот это вот наше видео еще одно голосовое отправьте и пошла с ними доказывала что вы в плену а где а где найти его золкин моя фамилия ага сейчас секунду в интернете в ю тубе потом наберешь владимир золкин вот сейчас снимаем видео чтобы ты могла доказать что в плену нахожусь они без вести пропавший ну вы правильно я думаю или сфотографировать вот так и отправить на всякий случай вот вот этот канал найдешь и найдешь видео где со мной рассказ там я рассказываю беседую вот и чтобы ты могла доказать что я живую что я в плену не без вести пропал спасибо большое миллион подписчиков почему мало думают что клевета или если что-нибудь кривида но может кто-то так думает считает пропаганда еще работает очень хорошо во всех странах работает очень хорошо но скажите есть ли элементы пропаганды хой не пропаганда не 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 пропаганда дезинформация вот неправильно выразил вот то чем мы сейчас занимаемся это пропаганда нет это получается это беседа двух людей с разных стран и по факту беседа как что происходит россияне могут воспринимать это как контр пропаганда может быть не знаю не это нормально сегодня это так будет воспринимать это даже по сути таки есть знаете в чем разница между например российскими пропагандистами и к примеру мы в чем ну в том что они кричат что нужно идти на на киев и кричали об этом а я же не кричу а вы пытаетесь донести до людей они говорят про всякую чепуху обосновывая это необходимостью гибнуть и убивать а я говорю о том что это чепуха является чепуха мы можем пройтись по всем этим пунктам но я так смотрю вы особо этим не интересовались про боевых комаров что нибудь слышали нет но не бензя говорил вот например боевые комары да про боевых комаров про там не знаю птиц зараженных каких-то которые из Украины тоже не слышал не слышали об этом да нацистов вы много здесь увидели я здесь не увидел нацистов я натовцев я вот пообщался даже с людьми то есть они такого же мнения не говорят мы защищаем свою страну да да это вроде бы как бы и понятно с обычной рабочим как белый день с обычной логики просто я говорю вот почему мало причем я тоже вот не понимаю потому что мы на протяжении уже почти девяти месяцев записываем эти видео с вами и вот они у нас я просто устану их листать меня здесь их очень много и все эти видео отражают реальные истории которые начинаются у нас вот с первого дня войны люди которые в самом начале попадали в пленных рассказывали и вы сейчас их рассказывали у вас вообще у вас комбо двойная история в два раза умудрились это уникально вообще история но дело в том что если они с первых дней писали о том что это фейк это еще можно было сейчас то можно вернуться к любому нашему видео полугодичные например да конечно сравнить с тем что реально происходило и понять что это то и есть на самом деле реальная история а миллион подписчиков то ни о чем это не то что я за подписчиков борюсь я борюсь за то что война закончилась чтобы она закончилась то их должно быть здесь 50 миллионов хотя бы причем россиян вы послушают и сделают вывод нормальные я думаю что под не нужным я думаю что будет впереди дмитрий николаевич есть вопросы россияне начните внимать наконец-то чуть-чуть потому что сейчас скриншот у меня на телеграме опубликован ваши средства массовой информации пишут что россиянка сказала что если бы я знала что там настоящая война я бы костюме легла и не отправила туда своего мужа чтобы не и чтобы мой муж туда не поехал так мы все это время рассказываем о том что здесь война точнее даже не мы не украинцы а вот россияне ваши ваши же люди которые сюда приехали на протяжении всего этого времени рассказывают что здесь реально происходит может вы начнете уже немножко слушать потому что я сейчас не знаю что еще должен сделать добровольно беседовали добровольно беседую а стоп забыл передайте что-то другим россиянам которые вот собрались мобилизоваться в украину потому что им сказали что воевать они не будут лучше не мобилизуетесь потому что я вот сам мобилизованный и нахожусь получать в плену то есть вас могут отправить и наперед и куда угодно не стоит это делать сидите дома живите своей жизнью и согласен с одним тезисом что могут направиться скорее может предполагать что и не мог отправить по нашему опыту отправляют отправляют все дмитрий николаевич гостите свет пошли и Продолжение следует...